Так, ну что, начинаем. Друзья, всем привет. Меня зовут Максимилиан, Максимилиан Ромкевич. Рад всех видеть, слышать. Все, кто пришел, все, кто подключаются. Здорово. Сегодня проведем подкаст. Подкастов давно не было, потому что огромная занятость, просто колоссальная. Плюс открытие новых проектов, дел. И прошу понять, простить. Вот поэтому не всегда получается проводить такие уютные встречи, очень полезные и нужные для всех. Сегодня у нас основные темы очень актуальные. В прошлом году в нашей стране были выборы. Накануне выборов все, наверное, слышали, что был визовый скандал, который, соответственно, спровоцировал. Я еще это прогнозировал очень давно, на самом деле, но многие в это не верили. Но это произошло. То, что после этого визового скандала, казалось бы, что это было довольно безобидно, что это пройдет бесследно. Правящая партия делала все для того, чтобы не отвечать на эти вопросы, делать вид, что, как будто бы, ничего не произошло. Но этот блин, так сказать, скумулировал, который долго грелся на этой сковородке. И по итогу взорвался и превратился в то, что тотально идут отказы на все подряд. То есть на все, что можно отказывать, на все можно отказывать. Например, одна из наших главных героинь, Людмила, соответственно, давала интервью одному информационному изданию, в котором мы выиграли ей затянувшуюся апелляцию. И там тоже было много информации написано про то, как, например, гражданам Беларуси тотально отказывают сейчас в визах. Или очень много отказов идет на карты побыта, карты часового побыта и так далее. Так как мы специализируемся на апелляциях, судах и таких вот вопросах, то мы с этим сейчас особо много сталкиваемся. И это сейчас особо актуальный вопрос, потому что запросов действительно очень много. Вот. Но я не хочу сказать, что отказы отказывают все. Нет. Но отказы увеличились. Вот. Процент отказов увеличился для того, чтобы, например, получить заветную карту. Лучше выполнять те рекомендации, которые я всегда даю на первоначальной консультации. Да. То есть, смотря на какую там карту, либо смотря на какой документ, вы подаетесь. Поэтому усугубляться мы там конкретно на какой-то одной карте не будем, потому что иначе это займет очень много времени. Вы и так об этом все знаете, кто со мной лично общался. Так как мы работаем на передовой этого вопроса, мы знаем, о чем говорим. У нас в штате целая команда, постоянно идет такой пинг-понг, то есть вечный, вечный пинг-понг, потому что мы работаем уже очень много лет. Вот. Ну и сейчас снова такая вот идет волна. Мы ее должны пережить, потому что такие волны были там и пять лет назад, когда это все уляжется. Ну, сейчас так. Значит, хочу представить наших главных сегодня гостей, которые будут рассказывать, как они пережили свои отказы. Я постарался собрать три интересных, свежих, свежих выигрышных дела. Значит, у нас будет Людмила, которая подавалась с семьей. Предысторию я расскажу. Ну, она попала сначала на каких-то помогаторов, да, которые ей, значит, все неправильно, там, собрали пакет документов, не подготовили к собеседованию. В общем, чуть человеку не спортили жизнь на самом деле, потому что иногда, подчеркну, ну, это конкретно сейчас не про Людмила, а вообще в целом иногда от некоторых заявлений зависит судьба человека. Иногда жизнь, свобода и много чего. Поэтому с этим играть нельзя, и это очень серьезно. Значит, второй герой, два героя, Михаил Олег, тоже, значит, у них затянувшаяся была. Они такие одни из рекордсменов по затянувшейся апелляции, потому что это два брата, они близнецы, у них два одинаковых дела, у них одинаковые документы, у них даже фотографии в паспортах одинаковые. Они проходили в один день собеседования, подавались в один день апелляции, значит, один брат получил позитивное решение по апелляции, по второму еще нет. Второй брат еще ждет. То есть, вот так вот. Хотя на все про все прошло там у Михаила от подачи апелляции до позитивного решения, по-моему, год и два или год и три месяца, если что, они меня поправят. Значит, и третий герой, Владислав, но тут все гораздо попроще. Он просто завалился в седоне в какой-то момент. Видео вы с ним многие, наверное, смотрели на YouTube-канале, на YouTube-канал обязательно подписывайтесь. Мы там тоже рассказывали, что произошло. Ну и тоже, соответственно, расскажем, что было, на что надо обратить внимание и почему нужно готовиться к собеседованию. Ну, понятно, что у всех психика разная. Кто-то более стрессоустойчив, кто-то нет. Это тоже очень важно. Вот. Соответственно, ну тогда, если герои наши будут не против, мы уступим право девушке первой. Если остальные... Никто не спешит. Если у кого-то срочных прям дел нету, да, и у Михаила, или у Владислава, можно начать с Людмилы. Никто не против? Не против. Нет, не против. Людмила. Да, да, слышу, слышу. Здравствуйте всем. Да, добрый день. Ну, поздравляем вас, соответственно, с позитивным решением по вашей апелляции. Дело интересное, дело очень сложное. Я помню, в каком вы состоянии обратились, там, в слезах, в отчаянии. Да, вспоминаю этот момент. Не знаю, что делать, как дальше быть. Это было лето. Ну, расскажите вообще историю с самого начала. Вообще, как, почему, что к этому привело, к этому отказу вообще? Какая цепочка событий вас привела к этому? Что случилось? Так, немножко вы пропали. Начало не слышала, что говорили. Что случилось, что привело вас к отказу? Какая цепочка событий? Цепочка событий? Ну, сначала шло, подавали заявление, да, в январе прошлого года. Документы подавали. В июне было у меня собеседование, вот. И я ждала, ну, вот сколько я ждала, получается, до конца июля. Вы самостоятельно подавались или подавались с кем-то или как? Нет, да, получается, человек, который нам помогал, то есть полностью документы там говорил, какие надо собрать, предоставлял число, когда будет собеседование, то есть, ну, когда прийти в жен, вот. Ну, как бы он вел, в принципе, полностью. Если честно, даже наш личный кабинет, Инпол, как бы все он через себя там делал. Так. Вот. И, ну, то есть все, что он говорил, как бы мы, ну, так и собирали по цепочке. Так. А что к отказу привело? Ну, как, собеседование, получается, я прошла и ждали результат. Хотя нам помощник наш уверял, что все будет окей. И в любом случае вы получите положительную, да, как бы, децизию. Уже так уверены были, надеялись, все-таки, ну, и время, что это ожидание, как бы, да, и семья тут, и... Но приходит, СМС не было, и приходит заветное письмо на почту. Вот. То, что там, ну, отказано. А вы мне вообще рассказывали еще летом, что вами практически вообще не занимались там ни подготовки, что там ни вообще ничего. Да, да, подготовки никакой не было. То есть мне дали вопросы, и эти вопросы даже были не на карту по корням, на собеседование, а были на карту поляка. Угу. Дополнительно я искала какие-то вопросы, там история, да, там традиции какие-то польские, ну, то есть многие художники там, ну, то есть многие затрагивали вопросы. Все сами. Я сама искала, да. А подготовка? И, то есть подготовки тоже никакой не было? Ничего не было. Собеседованием там. Да, он дал вопросы, как бы распечатала я, и все. Ну, и самостоятельно я готовилась. Ну, я как помню, что на вашем собеседовании из вашего отказа отказ был, потому что вы также, соответственно, завалили собеседование. Да. И в связи с тем, что инспектор трактовал, например, польские традиции, соответственно, по-своему, вы трактовали на крессовсходнях, потому что, ну, то есть вы считаетесь поляками с крессовсходнях, по-своему. И в этом, соответственно, получился расхождение, значит. Да, разногласия. В его понимании, значит, видение, как должны поляки проводить там традиционные праздники там и так далее, и так, как вы их проводили в вашей семье. Если я не ошибаюсь, ничего. Просто у нас очень много дел, я где-то могу всех дел не помнить и могу о чем-то забыть. Вам виднее, так как вы проходили собеседование. Да, да, так и было. То есть они там описывали так, что якобы все мои знания, они набыты не как бы из польской, но не из семьи, да, а просто я как бы, ну, как скажем, выучила, да, то есть знаю. Подавались вы всей семьей, как я помню. То есть еще два ребенка и еще ваш супруг не так же по-воссоединения. Все семьи. Только у нас, получается, не вместе мы подавались, а там была запись. Естественно. Это как отдельные дела. Конечно, конечно. Да, еще хочу раз, да, это хорошая, соответственно, такая ремарка. Это даже когда семьи подаются по воссоединению, это все равно разные дела. То есть это не значит, что вы подаете, значит, одно заявление, в котором вписаны еще дополнительно там, не знаю, сын, дочь и муж, например. Да, абсолютно разное время. То есть вернулось до конца. Это абсолютно разное время, да, абсолютно разные три еще дополнительных дела, но привязанные, соответственно, к делу заявителя лица польского происхождения. Ну что, прошли собеседование, получили отказ. Что там было, расскажите дальше. Все, отчаяние, слезы, как вы говорили, да, не знаем, что делать дальше, как бы. Ну, тут уже и время же идет, потому что срок небольшой, чтобы принять решение. Либо подавать апелляции, либо, не знаю, даже ехать в Беларусь, делать визы. Ну, то есть у нас такой был шок немножко, да. Вот. Ну и начала я искать на просторах интернета, в группах, там, кто что советовал, рекомендации, отзывы. Вот. И нашла вас. Кто-то порекомендовал? По-моему, я в Фейсбуке, в группе, в этой же группе я и нашла, как бы. Кто-то, вот, видно, спрашивал, может, какие-то вопросы задавал, и вы отвечали. И вот я так... А, понял, понял, понял. Да, ну и, соответственно, там кто-то рекомендует, да, как бы, и поэтому я и перешла. И сразу написал. Да, я помню этот летний день, написали, и на самом деле... Да, когда уже был такой опыт, скажем, да, и, ну, тоже не знаешь, как правильно поступить и к кому обратиться, то тут уже, ну, думаешь, тоже вдвойне, к кому все-таки обратиться. Мы, кстати, тоже долго думали по поводу вашего дела, потому что оно оказалось довольно безнадежным, на самом деле. Да, да, я помню. Но шанс... То есть нельзя никогда... Но маленький шанс не был. Да, но маленький шанс есть, потому что нельзя никогда говорить, что оно вот там, все, 100% тотально безнадежно. У нас много было дел, казалось бы, тотально безнадежных, но мы все равно их выигрывали при этом. Вот, хотя ты видишь, понимаешь, ну, это как врач, видишь, что человек уже как бы вроде бы как все, а он все равно, вопреки всему, выздоравливает, и с ним все хорошо. Да, муж сказал, да, муж сказал, раз маленький шанс есть, значит, идем дальше. И все правильно было, потому что у вас там же красные печати, что-то там выезд, не выезд. Я просто уже так... Да, да. До миллиметров не помню, но помню, что было все плохо. Мы уже ждали, пока вот придет. Ну, мы уже в курсе были, что, конечно, раз у меня отказ, соответственно, будут у всех отказы. И мы уже ждали, что нам дальше тоже делать, как бы по мужу, как поступать. И мы тогда сразу сказали вам, что когда мы будем подавать вашу апелляцию, по вам шанс маленький, по остальным точно будет проигрыш. Но так и произошло. Да. Вот. То есть, как сказали, так и есть. То есть, вашу апелляцию мы выиграли, по детям, к сожалению, мы апелляции не выиграли. Но это ничего, на самом деле, плохого в контексте сложившейся ситуации на сегодня не значит. Почему? Потому что мы сейчас ждем чудо-эсэмэску для Людмилы. После этого, соответственно, она получает сталый побыль. Далее дети уже однозначно, точно получают свои карты уже на основании сталого побыта соответственно Людмилы. Они уже пойдут по воссоединению с надежным, четким документом, так же, как ее супруг. поэтому самое главное, что выиграна апелляция Людмила. Все остальное уже технические действия, которые, к сожалению, не делали. Когда получили от меня децизию, как настроение улучшилось? Да, улучшилось. Просто сразу первая мысль была, как вы позвонили, что, наверное, что-то не то. Что-то уже не то. Вот, но потом, конечно, ну, даже как-то вот еще до сих пор немножко такое чувство, ну, наверное, когда в руках, ты уже будешь ее держать, эту карту? Да. Может, такое полное сознание придет, а так еще такое вот прям не верится, в общем. Но децизия есть, подписанная, встречающая, все хорошо, просто теперь ждем чудо-эсэмэску, собственно, и все, а потом уже подаем всех остальных. После истории с Людмилой, ну, как история, жизнь, да, связался со мной даже, соответственно, журналист, очень просил, чтобы, собственно говоря, я взял разрешение у Людмилы, чтобы с ней поговорить, он там также рассказал про нас. Статью журналиста и издания я прикрепил в нашей группе в Телеграм-канале, подписывайтесь, почитайте. это все про эту историю, про эту жизнь, про эту семью, и, собственно говоря, это очень приятно, поэтому даже вот так вот, вот, и вам тоже большая благодарность, на самом деле, за доверие, то, что в нас поверили, что мы, так сказать, оправдали ваши надежды. Да, потому что, ну, на время, ну, на считанные минуты. Сколько по срокам, сколько у нас по срокам получилось? Значит, в июле обратились? Да, в конце июля, там, по-моему, до 1 или до 3 августа мы должны были подать, наверное, до 1 августа. Сейчас скажу точно, значит, 28 июля мы подали апелляцию, а 16 пришло решение по почте. 16-12, значит, получается у нас август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 с половиной месяцев. Довольно, очень быстро. Быстро. Очень быстро, что прям здорово. Ну что, благодарю. Если есть какие-то вопросы, задавайте, или я сейчас подключу сразу же, значит, тоже отказняка, потому что у вас переплетаются немножко истории, который также завалился в собеседование. Владислав, а потом подойдем к Михаилу и Олегу, у них дело немножко другое. Владислав, привет, ты на связи? На связи, на связи. Ну рассказывай, что с тобой произошло, потому что у вас с людьми, ну не то, что пересекаются, немножко, хочу всегда повторить, что, друзья, нет ни одного похожего дела. все люди, как отпечаток пальцев, все разные, и такие же отказы, они все разные. Но в контексте все-таки Владислава, тут он больше сам виноват. То есть, как бы, тут он знал ответ правильный на вопрос, но почему-то в критический момент, соответственно, получилось так, что он на него не ответил, и он был очень важный. Ну вообще, расскажи, как, что, как, что случилось, ждал ли ты отказ, вообще, как проходило твое собеседование, хотя мы об этом всем рассказывали, но все-таки думаю, что тем людям, кто сидят на апелляциях, кто подается, это будет тоже так же интересно услышать уникальный опыт. Да, опыт уникальный. После собеседования, конечно, вот я когда вышел и с помощником от команды Максимилиана, с которым мы были, ну, она мне сказала, что, типа, так, за голову там схватилась и сказала, ну, ты ляпнул, ну, типа того. Поэтому, конечно, отказ, наверное, был ожидаемым. Но вот как в начале этого, этой встречи Максимилиан сказал, что все люди как бы разные, у всех разная психика. Ну, вот у меня, наверное, психика такая, что я, мне очень сложно как-то психологически проходить собеседование подобного плана, где на разных, ну, на незнакомых языках говорят. И на предыдущем видео, которое мы записывали с Максимилианом после получения карты, по-моему, упоминали, что это был мой второй отказ по поводу польской, скажем так. Точно. Все правильно. Первое, если интересно, я могу рассказать про первое. Вот, расскажи, да, про первое сначала отказ. Да, первое отказ, вернее, первое собеседование я проходил в Москве на карту, на карту поляка. Вот. И там была сложность прохождения собеседования в том, что нужно было его ввести полностью на польском языке. Наверное, вопросы примерно те же самые, что и на карту стало по быту. Я достаточно долгое время учил с репетитором польский, мы проходили с ним там все эти вопросы. В общем-то, достаточно неплохо, наверное, подготовился на то собеседование. Но вот там просто встал в ступор, когда услышал польскую речь, непривычную для себя там от преподавателя, когда он там расскажет. Ну, короче, очень сильно разволновался и завалил то собеседование с прям с жутким каким-то... Жуткий был провал. Да, жуткий был провал. При этом консул, с которым я общался, она мне сказала, типа, я вижу, что вы волнуетесь, ничего страшного, там, я вижу, что, типа, вы готовились, что вы знаете, там, и все такое. При этом я, ну, прекрасно понимал, что мне говорят на польском языке, но вот как-то вот просто язык проглотил и не мог ничего ответить. После этого собеседования первого на карту поляка я, ну, вот супруга у меня здесь была таким инициатором вообще этой всей истории, наверное, в большей степени, я сказала, все, я, ну, как бы, это для меня был очень сильный стресс. Она дала мне время отойти после первого собеседования и нашла, ну, в это время, как бы, времени зря не теряла и нашла Максимилиана. Связалась с ним и там, не то, что прям за моей спиной, но, короче, все с ним обсудила, передала документы, которые нужно было и уже потом уже, когда уже нужно было непосредственно на участие, мы уже перешли на прямое общение с Максимилианом. Но, в то же время, как бы, вот, наверное, из-за того, что у меня был такой негативный опыт в первом собеседовании, во втором собеседовании я, ну, достаточно серьезно готовился, но тоже очень было сильное волнение и здесь, хоть Максимилиан говорит, что я не ответил правильно на этот вопрос, но я, наверное, свое оправдание сказал, что я не то, что не ответил правильно, а как бы меня немножечко подловили и там был, да, вопрос, наверное, как вы относитесь, ну, там, к определенному, как вы относитесь, там, к определенным историческим личностям, личностям, да, и я, как бы, ну, для меня, как бы, это историческая личность, я вообще, честно говоря, о нем никогда не задумывался даже, и мне нужно было ответить на него, как поляк относится к этому, типа, ну, как я, как поляк. Все правильно, в этом и есть суть, потому что, извините, ты выступаешь, как поляк, декларируешься. Да, 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 и вот в этом, как бы, была моя ошибка, и, ну, как бы, я ответил на титул, мол, ну, никак не отношусь, ну, грубо говоря, был и был, вот, но, соответственно, в этом была моя ошибка. Фатальная ошибка. Фатальная ошибка, да, как оказалось. Ну, да, если там условно можно было бы, извините, тоже перебил, потому что это важно, если там условно можно было бы забыть какого-то писателя, забыть какого-то, не знаю, там, художника, еще что-то, какое-то блюдо забыть, то это ничего страшного. Да. А некоторые вопросы бывают фатально нокаутирующие, которые тебя могут подловить в любой момент, потому что там работают очень такие люди, психологи, да, которые постоянно работают с людьми, и как опытный боксер, когда ты ждешь потихоньку, потихоньку, делать последний удар именно в печень, и он становится фатальным, на этом бой заканчивается. при этом собеседование проходит, ну, все так очень дружелюбно, там, без каких-либо, и может быть даже это такое дружелюбство, оно наоборот еще больше вгоняет какой-то стресс. Расслабило. Ну, кому как, может быть, кого-то расслабляет. У меня, знаете, вот когда все очень хорошо, ты напрягаешься так, ну, как бы не можешь быть так, что все очень хорошо, где-то уже должен быть подвох какой-то, вот. Ну, в общем, поймали меня на этом вопросе, и вот там еще, я так понимаю, что была немножечко проблема с документами. Да, с документами тоже была проблема, параллельно всплыла, и вот как раз, вот я и хочу, почему вот Людмила, у нее с документами все хорошо, потом ты, у тебя есть собеседование, плюс документы, и потом как раз-таки тотально по документам были проблемы, уже пойдет Михаил, соответственно, и вот как бы одно дело плавно переходит в другое, и вот все будет сейчас очень логично. Один отказ из другого, и какие они есть, и они у вас, почему вас вот так вот подобрал, и как раз вот недавно все ваши дела были нами выиграны. Соответственно, забыл сказать, ты сейчас в Лондоне же находишься, да? Да, сейчас. Международный, все в разных сейчас странах, кто в Польше, в Лондоне, кто-то еще в Гелорусе, и так далее. Вот. Так что, Лондон, да, как погода? Погода плюс четыре вот сейчас на улице. А у нас нет, у нас мороз. Хотел сказать так же, у нас мороз. Снега здесь нету, дождик небольшой капает. Если есть буквально пять минут, я мог бы рассказать вот одну такую историю, которая как раз связана с польскими традициями. Мне на новогодних праздниках мы встречались с одной семьей польской, и там была такая очень интересная ситуация. Было нас где-то человек десять, и из этих десяти человек был всего один англичанин, все остальные были поляки. Ну, вот моя как бы семья, грубо говоря, я представитель был польского направления. Да, да, да. И с той стороны в семье говорил по-английски только один мужчина, и там была его супруга, дети, и еще там сестра со своим мужем, которые говорили только по-польски. И мне приходилось, когда этот польско-говорящий муж уходил там покурить куда-нибудь на балкон, мне приходилось переводить с польского на английский или с польского на русский. Так было очень, на самом деле, интересный опыт. Все правильно. Учи-учи, потому что скоро подойдут на гражданство. Да, да, вот как раз следующий этап будет. Да, следующий этап. Но это немножко уже другая история. А сейчас мы, да, про отказы, но вот, слава богу, отказ выигран, теперь уже идем на гражданство. Так, документы, да, немножко отвыклись, но тоже интересно. Спасибо. И здорово, что у нас с разных стран люди и сейчас находятся. Это тоже очень здорово. Да, по документам были проблемы. Напомни, пожалуйста, какой документ там был, подожди, какой-то повторный документ у тебя был. Был документ. И мы брали в Украине, и мы брали в Украине этот самый вытек, по-моему, даже на него. Да, да, был документ, нужно было показать свидетельство о браке родителей, но у меня родители развелись, и я показал свидетельство о разводе родителей. Все, в этом свидетельство о разводе было указано, что мать со своей, ну, с фамилией мужа разводится со своим мужем, и как бы, и все. И фамилию моего деда, ну, то есть ее девичью фамилию, как бы, там нигде не фигурирует. И, я так понимаю, комиссар там, или кто рассматривает документы, он сказал, типа, вот, это два разных человека, моя мать. Да, инспектор, да, не мог сопоставить. На самом деле, они могут сопоставить, но это бюрократия. Мы не захотели, видимо. Это бюрократия, да, и есть нюансы, но это тоже все оспариваемо, тоже можно с этим работать. И сейчас мы как раз-таки плавно будем переходить от тебя к Михаилу, но перед этим давай расскажем про сроки, сколько у нас проходило, значит, наше дело, если мне не изменяет память, значит, апелляцию мы подали, по-моему, 21 ноября 2022 года. Да. А решение было получено 15 мая 2023 года. Да, достаточно быстро. И у меня... Давай посчитаем по сроку. Сколько это получается у нас? Декабрь, январь, февраль, марта, апрель, май. Полгода ровно. Полгода, да. Полгода ровно, потому что, с учетом того, что децизия была подписана в начале мая, а 15-го мы просто получили на руки. Вот. Ну, расскажи, ты вообще ожидал позитивное, или уже, как бы, после двух отказов ты уже как-то так, ну, окей, это, наверное, не было. Знаешь, Максим Леон, я почему-то ожидал, потому что, ну, вот, первый день после собеседования в Варшаве я приехал в отель, ну, так сказать, сидел, там, мысли вообще, как бы, собирал, да, собирал в кучу, думал, там, что делать, что не делать, ты мне позвонил, мы с тобой поговорили, и как-то вот такой разговор был без каких-то там розовых каких-то обещаний, ты мне вот сказал, что, ну, есть два пути, как бы, можем попробовать эту историю отбить и пойти дальше, либо, как бы, можем на этом остановиться и, ну, как бы, все, и попрощаться. Нет, попробовать, попробовать на карту поляка, но уже не в Польше, но уже не в Польше. Да, да, точно. Польше с таким отказом сунуться нельзя. Да, да, но, знаешь, я сейчас даже не хочу, хочу рассказать не столько, как бы, про какие-то варианты, какие были, но вот о том, что вот мы с тобой поговорили, и как-то ты мне все это дело преподнес, что, ну, есть варианты, есть какие-то надежды, ну, вернее, есть какие-то варианты, которые могут получиться, но не обещал, что, типа, а, все получится, как бы, все мы сделаем, не переживай, ну, как есть, вот по-настоящему, без преувеличения, что может быть так, может быть так, может быть так, и так как-то сказал это спокойно, без каких-то там сильных обещаний, и я потом, ну, как бы, посидел, подумал, и на следующий день, там, принял решение, по-моему, да, мы с тобой приняли решение, что, типа, да, давай будем делать, и как-то вот, ну, какая-то уверенность была, что, если даже не получится, то с твоей стороны будет сделано максимально все, чтобы это получилось, знаешь, вот такой прям, какое-то было доверие, там, ощущение, там, что, говорят, тебе можно доверять, ты надежный человек, и там, не кинешь, и поэтому я, наверное, ну, конечно, переживал, и там, дергал тебя, там, периодически, типа, ну, ну, как там, вот, но, потом я тебя дергал, когда ты берешь, когда я приеду, потому что у тебя не было визы, да, да, ну, это уже, да, это уже приятные хлопоты, неважно, а ты, да, сказал очень важную вещь, на самом деле, по поводу, ну, не буду скрывать, когда ты вот в этом работаешь очень много лет, ты становишься, действительно, немного циником, потому что, если ты им не будешь, у меня есть друг врач, хирург, который работает на реанимации, он сказал, он мне сказал такую вещь, он мне как-то позвонил, и на фоне кричит человек, я говорю, а что, кто, прости, кричит на фоне, он говорит, а этот человек умирает, я говорю, а почему ты так спокойно говоришь, он говорит, если я не буду говорить спокойно, тогда мы сойдем с ума, вот, и мы не сможем помогать другим, вот, и тут, конечно, аналогия не совсем такая, но смысл понятен, что, потому что здесь тоже иногда зависит жизнь людей, еще раз повторюсь, у меня был заявитель, посмотрите видео, там, Михаил, которого грозила депортация, если депортация, то это тюрьма, вот, и что было, тоже на ютубе, подписывайтесь, посмотрите, это, 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 на самом деле, людей много, ты не можешь рассказать о каждом, вот, плюс, очень важно, никогда не скрывать, то, что, у твоей команды, у твоих заявителей, могут быть отказы, у нас это в открытом доступе, что, кто не совершает ошибок, а иногда ошибки, совершаются, соответственно, всеми, то есть, кто не совершает ошибки, тот не живой человек, я не хочу сказать, что там мы, допустим, косячим там, и вот, кто-то получил отказ, нет, это бюрократическая машина, законодательства меняются, сегодня ты подал документы, прошло 9 месяцев, и что-то поменялось в этом моменте, на что ты не можешь повлиять, например, и человек может получить, действительно, отказ, с этим можно работать в операции, это исключение, это не правило, это исключение, вот, большинство, кто к нам обращается со стороны, очень много со стороны, вот, как Людмила, да, вот, кто получил отказ, их всегда, вот, как Людмила говорила, уверяют, во, все будет хорошо, все 100%, там, зуб даю, там, где-то на коленке, там, нарисовали, написали, все, там, не пережив, отказов нет, у нас отказов не было, там, все, да какие отказы у нас, все 100%, это мошенничество, это ложь, это, ну, это просто, ну, не может быть такого, даже самые лучшие концерны в мире, там, Bentley, Mercedes, я не знаю, Apple, у них ломается техника, то есть, нету такого, если кто-то говорит, что этого не может произойти, значит, ну, это тотальная ложь. Максим, извините, можно перебью? Да, он так и говорил, что насталый повод отказов, но никогда не бывает, то есть, вам по-любому будет положительная децизия. Ну, вот я вот, да, вот все, спасибо, что дополнили, и вот о чем я говорю, что наша группа, можете посмотреть, телеграм-канал наш, тоже подписывайтесь, она идет уже, по-моему, с 17-го или 18-го года, я постоянно выкладываю те, кто получил отказы, апелляции, постоянно, то есть, некоторые проценты, мы не скрываем этого, это наши заявители, какой-то процент есть, потому что, ну, невозможно, просто разность, у кого-то кривые документы, кто-то вот завалил собеседование, как, например, Владислав, сейчас мы перейдем к Михаилу, у них были, так называемые, кривые документы, да, то есть, мы сейчас расскажем, что случилось с третьими героями, и поэтому тут невозможно, то есть, сегодня эти документы работают, завтра нет, сегодня так, послезавтра так, и это мир документов, это мир бюрократии, это мир политики, иногда политика вмешивается, вот, сегодня одна власть, завтра пришла другая, у нас демократия, сегодня был один чиновник главный, сегодня был другой, воевода один был, сменился, и вот этот вот постоянно, этот пинг-понг, он идет постоянно, но хочу сейчас, хочу донести главную мысль, что кто вас уверяет, что у них все чисто, это ложь, значит, они в этом ничего не понимают, если вы хотите к кому-то обратиться, попросите у них кейсов, выигранных дел, я об этом постоянно говорю, за последние пять лет, вот, чтобы они вам сказали, вот, я ненавижу слово кейс, но у меня, особенно граждане одной страны, которую я очень не люблю, почему-то у них кейсы, портфели, кейсы, чемоданы и так далее, выигранные дела, мы обычно говорим справы по-польски, вот, но им легче кейс, будет кейсами, вот, значит, если вот, соответственно, они покажут вам за пять лет выигранные дела, список, вот, мы выиграли апелляции за пять лет, из этих апелляций за пять лет, там, там, заявителей, там, столько-то человек, столько-то пришло со стороны, к нам обратились, как организации, которые занимаются этим, тогда этим людям можно доверять, они понимают, о чем они говорят, и чем они занимаются, и что они делают, потому что подать документы, может, каждый дурак, но и это сделать правильно невозможно, потому что, тут тоже столько подводных камней, в каждом воеводстве, что, вот, поэтому мы сейчас переходим к Михаилу, и мы расскажем про эти подводные камни, у нас очень логичный, подкаст, именно по отказам, потому что они плавно, еще раз повторяюсь, кто подключился, переплывают из одного, другого, очень логично, вот, Владислав, тоже благодарность тебе, большая, рад, что у тебя все хорошо, я рад, что у тебя все хорошо, супруги, большой привет, великобританию, привет, идем к гражданству, и твоей, твоей, дочке, дочка же у тебя, по-моему, две, да, две, еще две дочки, так что, вот, и у Людмилы, по-моему, тоже два, да, да, две дочки тоже, вот, тоже на гражданство, вот, поднимаем демографию, вот, так, ну что, Михаил, вы, вы здесь, Михаил Олег, добрый день, рад слышать вас, добрый день, счастливый обладатель карт сталого побыта, рассказывайте, как ваши дела, как вы до такой жизни, как вы до такой жизни докатились, докатились, да, у вас немножко плохо слышно, если там как-то поближе микрофон, либо чуть-чуть, что-то можно там наладить, очень плохо слышно, о, вот так хорошо, вот так хорошо, плохо слышно, плохо слышно, вот так хорошо, да, сейчас слышно, так хорошо, а, вот здесь, здесь микрофон, наверное, вот здесь, так, сейчас мы немножко наладим, слышно меня, да, слышно, но в какой-то момент было слышно супер прямо супер что-то вы такое сделали было слышно вообще отлично сейчас слышно меня отлично прям супер ну что рассказывать как вы докатились до такой жизни отказной отказ ничего особенного отказной ну как ничего особенного ушли огонь воду медный пункт и трубы ваше дело было одно из очень сложных и очень долгих очень то есть если мы берем владислава например и людмилу то их дела были выиграны за пять месяцев то у вас прошло практически полтора года но немножко меньше вот и три месяца по моему что такое соответственно я о себе могу тоже долго очень рассказывать ну давайте рассказывать если что вас подкорректирую на ну что же началось в сентябре 2021 года когда я вам написал вас нашел я вас нашел на ю тубе в принципе были ролики там наверное вы были тогда популярны вот я посмотрел надеюсь до сих пор тоже да 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 я подумал да действительно этот человек может мне помочь решить мою проблему потому что это было время коронавируса и я в принципе готовился на карту поляка но и все как бы тоже ужин до были закрыты нигде не было доступа чтобы сдать там беларуси получается вообще там большой взрослой с этими задачами в общем да и на время корона было все закрыто да 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 и я решил все таки зачем мне терять время я лучше получу сразу столы по ну что вы приехали прошли хорошо собеседование даже ну там без проблем каких-либо мы прошли собеседование там это был август уже 22 года 8 августа и получается что ну я на один вопрос не ответил олег ответил на все вопросы собеседование было просто супер как бы пройдено нами да хочу извините перебью хочу подчеркнуть что именно только это тот случай когда собеседование было пройдено хорошо и одним братом и вторым то есть в отказе в отказе ни одного слова не было указано что собеседование каким-то образом было завалено или что-то инспектор а потом впоследствии комиссии не понравилось то есть вот это очень важно дальше идем вот займы собеседование и ну соответственно ждали как бы результата уже на таком подъеме радостное сейчас скоро у нас все будет вот сейчас вот она но неожиданно как-то максимилиан мне написал что нам отказали в принципе это было очень грустно дело было в дело было в свидетельстве рождение отца оно не подходило то есть не могли установить что ну родственную связь между отцом и нашим дедушкой такая была ситуация в принципе как тогда выяснилось все было в одной букве йо то есть из-за йо йо на йо можно много матов сказать но выяснить что как бы у отца было новое свидетельство он ее восстанавливал то есть он его потерял и в этом новом свидетельстве была буква йо в отличие от йо потому что отца звали пётр в новом свидетельстве он был как пётр а в старом он петер по-польски больше так его было имя и в общем вот придрались вот к этому к этой букве йо да вот такая вот машина соответственно биографическое которую я попал да и которая затянулась почти на долгих один год по моему и два лет или три долгими это конкретно это конкретно по михаилу потому что еще раз повторюсь кто подключился брат олег еще не получил своего позитивного решения то есть олег еще находится на апелляции то есть два одинаковых дела две одинаковых проблемы два одинаковых отказа в один день подана апелляция но два разных у вас по-моему два разных инспектора было на собеседование нет я не знаю я не менялись там я просто не знаю мне был мужчина у меня тоже был мужчина один короче там ну если честно сказать точно не можем да но скорее всего один не важно да не важно да соответственно скорее всего да один чтобы так сказать ваши показания условно говоря менялись ну чтобы ну как бы если что вас подловить но вы блестяще прошли собеседование тут вас обычно когда члены семьи их отправляет к одному инспектору с разным интервалом времени чтобы случае чего по традициям было подловить и там уже легче например подловить и потом дать отказ вот соответственно скорее всего да у вас был один и вот я хочу подчеркнуть что все и один брат уже получил 2 нет ну и что получили отказ сильно разочаровались вообще что как руки хотели вас опустить что как вообще какие ваши были эмоции вот хотя до сих пор олег начали разочаровались было сильным расстроились вообще раскрыли да то есть ну такой путь проделали тоже долго ждали очень долго было это все и хорошо сдали и так как бы получить может как пинок в одном месте 5 . это было очень неприятно и ну стал вопрос вообще или карту поляка опять как бы этот вот по новой то есть это колесо здесь дети или же все-таки добиваться столового побота вот тоже был такой момент порвать апелляцию неуверенности такой момент был ну и в общем все равно ну подумали посидели и решили что нет просто так нас голыми руками нельзя мы будем бороться до конца а почему путь апелляции они например забрать документы и идти например кем-то другим путем да потому что потому что потрачено много было сил при тебе мы подумали да и проходить за на этот путь как-то страдать а мы как бы поняли что как бы вы максимально сам человек который в принципе может довести это дело да и карта поляка что-то карта поляка это в принципе это он означает так у меня что ты поляк но ты не имеешь как бы тоже своей родины как бы ты просто как бы за границей живешь и причитая себя поляк а мы хотелось а хочется именно развернуться по полной и договориться там и работать и и переехать как в польшу и поэтому лучше уже довести дело до конца но это было принято решение по поводу да по поводу карты поляка с вами одновременно согласен и нет потому что это очень хороший документ но если есть возможность получать сразу сталый побыт конечно же нужно получать сталый побыт вот особенно последние интересные у меня дела есть именно люди которые получали карты поляка потому что у них других возможностей не было вообще получить там сталый побыт там просто на каких-то ниточках там документы гораздо хуже чем у вас на самом деле вот посмотрите видео на канал переходите наш youtube канал подписывайтесь и там очень интересно вот например сейчас скажу она там заявительница была такая она уже кстати переезжает уже подается на сталый побыт буквально по моему 9 числа у нее выезд же нас уже очень в польше в польше то есть но на постоянной основе уже проживать уже делать там чтобы получить сталый побыт вот потом был дмитрий он уже кстати там тоже активно все делает там детям карты поляка мы вот поддали и сейчас на сталый побыт и награждался уже на экзамен в общем такая ремарка небольшая что если люди правда не могут получить сталый побыт делайте карты поляка конечно и если есть возможность если есть возможность вот если нет например другой возможности конечно делайте потом уже по карте поляка будем вас легализовывать это гораздо проще чем не имея ну что значит подали мы апелляцию и пошли вот эти вот долгие месяца значит ожидание один месяц 2 3 4 5 и начали приходить какие-то бумаги вот сначала сначала пришла первая бумага вот потом пришла вторая потом вас отправили на пересмотрение вашего дела и потом мы приняли решение что потом да потом уже уже сроки зашкаливали я говорю давайте подавать в суд потому что сколько можно вроде бы уже все да уже согласовали подачу в суд и уже все уже даже купили билеты уже приезжали уже все уже но открою тайну что олег и михаил уже не могли на такой полуэль легальной основе так долго потому что слишком дело затянуто несмотря на то что михаил по-моему даже вы работали же в польше да да я работал я после того как подался на собеседование сразу пошел работать да потому что потому что дело было настолько перезатянуто что это ничего с этим было мы когда нам приходили бумаги мы сразу делали контраргумен потом пришли еще по ним и мы не понимали почему к ним так прицепились но такое бывает то есть прицепилась бюрократия то есть это не какой-то человек это машина бюрократического то есть нету персонализации да что вот там какой-то ян ковальский виноват во всем у них там не любят они ему не понравились нет тут нет персонализации это бездушная система как бы за дверьми кабинета вот и все то есть к этому нужно так вот значит сначала пришла бумага мы контраргумент пришла вторая бумага опять контраргументы по их делу потом мы добились пересмотрение дела пришло пересмотрение дела пошла пересмотрение дела хотели уже подавать в суд и все уже вроде бы вроде бы значит уже все я уже звоню значит братья уже собираются ехать и в последний момент звонит адвокат и говорит ребята стоп почему потому что случилось чудо документы были поданы воеводе до документы уже были поданы воеводе и уже в суд нельзя было подавать потому что все вот и соответственно и первое и первое чудо действительно произошло накануне рождества католического рождества всех православных кто слушает тоже с рождеством забыл поздравить потому что когда живешь очень много лет в польше забывай что есть такой праздник но тут есть православная церковь действительно тут кто верит всех с рождеством и происходит рождественское чудо и приходит без решения бизнеса просто приходит эсэмэс к то есть мы даже не получили на руки решения просто приходит эсэмэс о том что тогда тогда то и михаил забирает карту собственно говоря фотографию я берегу чуть попозже приложу в нашей группе подписывайтесь на наш телеграм-канал подписывайтесь на youtube там много чего интересного вот и собственно ну расскажите что случилось эмоции вы кстати очень душевная вот люди когда только-только получают первые эмоции записывают очень самые душевные голосовые сам душевные сообщения можете послушать телеграм-канале ну расскажите как вообще что что случилось когда я вас когда я пригласил на получение карта ну это было то есть такое ощущение что все таки сломали мы систему как бы ну мы об колено просто как бы безжалостно победили ну то есть положили на лопатки и что в этой жизни тоже вот как я могу тоже сказать прямо что не надо никогда отчаиваться даже самых таких сложных ситуациях потому что было все и уныние тоже там многое чего расстройство по поводу отказа и находили мысли что вообще ничего как бы ну ты не можешь как депрессия может сказать нахлынул но за такой а вот такие момент они действительно поднимают окрыляют и в общем это было ну даже не столько шок это было просто экстаз как на самом деле вот когда первое первое смс это получил сразу же и отпраздновали то есть ну не буду говорить как там ну хорошо праздновать потому что когда было под когда было получение карты наши сотрудники тоже у нас был какой-то корпоратив отпраздновали когда было получение наш сотрудник опоздал когда получал михаил карту и мы об этом не скрываем но это просто такое исключение но я с михаилом игорь ребята все будет хорошо мне перед вами неудобно что да 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 там уже но там уже на все мысли там ну курва ну полтора года уже да ну как это в последний момент ну как это возможно это уже прошли опять ну что такое не но ничего все хорошо забрали карту и фотографию я скоро выложу вот и михаил красиво карты вот но олег сожалению еще не получил мы приложили к делу вот опять-таки да вот вот эта система до два брата все два дела один получил 2 еще держит и вот мы сейчас опять написали опять отправили приложили уже и брата документа что и брата децизия и опять то есть в одной семье до продолжается еще вот это тягомотина да просто по-другому не назвать вот это болото продолжается и вот она идет и мы ждем все-таки наконец выиграть дело олега но как бы пока ждем вот и еще забыл важный нюанс в этом отказе еще был была формулировка что потом когда начался пинг-понг что они не могут установить как это сейчас сказать по-русски по-российски как то что они не могут установить между отцом и дедушкой мы не 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 нет мы мы сейчас берем не техническую часть там там была еще могли установить как-то в вашу реальную мотивацию действительно остаться на территории польши вот так а да было тоже такое как да то есть то что они не могли установить то чтобы действительно то есть такая они настолько не хотели давать карту что они уже вот вот такая формулировка пошла дополнительно тоже когда вот мы им когда мы уже обосновали вот эту букву ее вот эти документы потом вроде бы уже казалось бы они должны взять карту а нет мы сейчас мы еще пристанем к вам вот еще как бы и вот они уже сдали значит формулировку что они не могут установить реальность ваших намерений действительно остаться и вот мы уже прикладывали ваш трудовой договор который там был там что-то еще там песса ли там я уже не помню что неважно в общем тоже это было и кстати последнее время формулировка именно вот такая вот как намерение остаться ее дают сейчас довольно часто поэтому что на консультациях говорю что всегда ребята если подаетесь крайне желательно оставаться на территории польши на время рассмотрения это очень важно вот поэтому как бы нужно быть здесь остальное все увы на свой страх и риск потому что ну как бы есть рекомендации это как у врача до пришел с травмой или чем-то врач горит ну хочешь выздороветь вот так значит делай вот так вот так ну и пациент сам решает иногда он решает так потому что не хочет проделать потому что он не может по каким-то причинам иногда потому что просто не хочет и забивает разные люди разные обстоятельства и если они соблюдают рекомендации тут уже как повезет либо срастется и все будет хорошо либо будем за заново оперировать вот а заново оперировать всегда плохо поэтому соответственно апеллировать апеллятство это всегда но не есть хорошо ну что хочется поблагодарить поздравить олегу терпение потому что сроки там действительно уже все мыслимые немыслимые прошли а в суд подавать сейчас уже нельзя вот как бы поэтому ждем ждем я думаю что скоро тоже порадуем наш наших зрителей наших слушателей с новым выигранным делом это будет очень здорово друзья если у кого-то есть вопросы к нашим заявителям которые прошли соответственно такой тяжелый путь очень тяжелый можно в прямом эфире задать вопросы касаемо апелляциях апелляции таких вопросов как бы задавайте если есть потому что есть сейчас уникальная возможность если вопросов сейчас не будет то тогда мы плавно пойдем сейчас дальше так евгений тянет руку сейчас мы ему даем микрофон евгений добрый день нажмите кнопку и задавайте вопрос добрый день могу говорить да да добрый вечер до максимально и меня наверное больше вопрос не к заявителям вашим а непосредственно к вам если можно могу задать до сдавать а вот вы сейчас в конце как раз сказали про самые частые последние отказы это формулировка что значит не доказал не умею намерение до остаться именно в польше вот как раз у меня такая ситуация я буквально недавно получил отказ причем у меня очень хорошие документы у меня все документы были в оригинале я подавался по дедушке вот что он поляк значит все поняла и значит подавался в мае ответ если вы недавно почему никого к нам не обратились потому что хочу сказать что каждый день на вес золота смотрите я подавался через как правильно сказать через другую организацию мне прошло и они подали апелляцию я как бы апелляцию мы успели подать я наверное больше хотел у вас рекомендацию просить такое ну вот я ее почитал апелляцию вот там очень много было приведено значит законов да что значит были нарушены какие то такие то что я не имею права вообще работать в польше пока не получу заветно вот эту да карту столового побыта у меня был под пасель да правильно называется сделан уже пасель да но я не мог находиться в польше у меня только только после подачи рога вы выглядите операцию вам надо находиться в польше а вот чтобы находиться в польше что нужно еще сделать если допустим не сейчас туда вернуться назад работать и показать доказательства работать либо учиться либо все что угодно собирать доказательства что вы здесь находитесь работать официальная могу в итоге или нет если устроить но вы можете учиться можете что угодно главное показать доказательства и курсы к этому подходе до что угодно да вам нужно находиться на территория польши чтобы выгравить эту апелляцию все в принципе понял да странно почему эти Вам должны сказать те, с кем вы поддавались, что вам делать. Дайте вам подробную, четкую инструкцию ваших действий. Мы обсуждали этот вопрос. В принципе, была такая история, что можно сделать, что я на курс хожу польского языка. Но это было совсем все недавно, до Нового года, поэтому я еще пока просто не успел. Надо жить и показать центр жизни здесь. Возвращаться туда, в общем, да? Конечно, иначе дело будет, скорее всего, не выиграть. А может, тогда еще сразу один вопрос? Если вдруг апелляция будет отказ, какие-то еще варианты есть? Надо читать отказ. То есть вопросы часто задают, можно ли, все зависит от отказа и формулировки отказа, который будет. В некоторых случаях можно что-то сделать, в некоторых случаях нельзя. Нужно читать формулировку отказа. При некоторых отказах можно переподавать, при некоторых отказах нельзя. В большинстве случаев нельзя, в большинстве. И тут нужно смотреть, что, как, какой отказ, какая формулировка. Либо суд, это вот крайняя мера, да, уже? Суд можем подать через месяц, в пять захотите, обращайтесь. Все, я услышал. Если сейчас в течение пяти месяцев ничего не будет, но, чтобы подать в суд, нужно быть уверенным, что вы со своей стороны сделали все, чтобы мы подали в суд. И было так, что нам-то, в принципе, все равно. Главное, чтобы заявитель понимал ответственность, что если он не выполнил условия, которые у него написаны в отказе, и мы подаем в суд, то тут можно получить такой отказ, что просто себе испортишь всю жизнь уже по этому вопросу. Да, то есть это очень важно. Для того, чтобы подать в суд, вы должны быть уверены, что вы готовы, что мы подадим в суд, что у нас есть все железные доказательства и аргументы того, что наши правоты, и тогда мы будем воздействовать на апелляционный отдел для того, чтобы это дело было рассмотрено. И уже будет зависеть от апелляции, какой он написали, потому что это тоже очень большой труд. Хорошую апелляцию написать очень сложно. Это огромный труд. Понял. Ну, вам отказ и, допустим, апелляцию прислать на консультацию можно будет, чтобы посмотрели. Ну, понятно, что за... Ну, можно, конечно. Конечно, можно. Все, я вас услышал. Спасибо огромное. Все. Терпение, удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, друзья, еще вопросы есть? Может быть, герои? Ну, вот видите, как раз вот сейчас плавно с Олега. Вот все получилось очень логично в этом подкасте, именно по отказам. Просто один плавно переливался в другой, вышли в третий, и вот вышли в четвертый. Как раз-таки зритель, слушатель задал вопрос, о чем также косвенно был задет, на самом деле, Михаил и Олег, в том числе и в их отказе. Вот. А тут как бы заявитель, который позвонил, ему уже прямо напрямую так, он уже прямо напрямую этот отказ получил. То есть я как понял, что у него и документы хорошие, и собеседование он прошел, но, соответственно, не проживал во время рассмотрения и получил уже отказ. Вот. Так что вот так. Если вопросов нет, давайте подключим Владислава, который получил гражданство, причем получил он внезапно, децизии не было, ничего не было. Краткая ремарка, значит, о Владиславу. Ждал он, ой, я не помню, сколько он сейчас сам расскажет, сколько ждал, на самом деле недолго. Но паники было, ой, там то, не дадут, еще что-то. Я говорю, да перестань ты, расслабься, все хорошо, дадут. Завтра едем, соответственно, с ним. Ну ладно, сам сейчас расскажет, не буду, что мы завтра будем делать. Вот. Сейчас сам расскажем. Так что, кстати, видео тоже с Владиславом есть, когда он еще так же там немножко паниковал, со сталым побытом. Дадут, не дадут. Посмотрите в нашем Ютуб-канале, подписывайтесь. Много чего интересного. Владислав, привет. Включай микрофон, рассказывай. Давайте. У нас сегодня позитивный подкаст, потому что все апелляции выиграны, по сути, все хорошо, но все равно немножко грустный, потому что отказы, апелляции, это всегда, конечно, неприятно. Владислав, кнопочку нажимай. Всем привет. Счастливый гражданин. Вот. Прошли мы путь этот вместе, благодаря Максимилиану, команде, мы все сделали четко, все придерживались всеми правилами, и у нас все получилось. Главное, хорошая команда и хорошая специалиста. Это вот наверняка, тогда все будет хорошо. Никуда не лезть, самим что-то не придумывать, не делать, не ходить в какие-то компании, которые, ну, смутные, вообще, у них нет никакой истории и базы, как вы говорите, этих справ, кейсов, кто как. Вот, поэтому... Рюкзаков, чемоданов, портфель. Надо обращаться профессионалом, у нас все было четенько, документы были тоже хорошие, я все делал, все, как мне говорили, меня подготовили, я все сдал, переживал, капец. Ой, переживать ты любишь, конечно. переживал очень сильно, но мне, кстати, в децидию подписали через 4, ну, короче, подписали к вечеру после собеседования, когда настало побы. Когда настало побы, да, ты вообще на следующий день был подписан. Да, да, вообще было просто. А сейчас, это мы настало побы, а сейчас просто проверил реестр ПЭСЛ, соответственно, в реестре ПЭСЛ украинского поменялось уже на польское, и теперь завтра мы едем. Что делать? Я уж не буду рассказывать. Хочешь сам расскажи, хочешь не рассказывай, как хочешь. Да, завтра, завтра мы поедем делать транскликцию. Ну, это спольщение, спольщение имени и вот, на, ну, чтобы было правильно звучало по-польски и писалось. Да, потому что имя и фамилия у тебя в имя и фамилия у тебя полностью польский, просто транскликция написания в украинском паспорте, она как-то, ну, как бы на свой манер, да, то есть, теперь будет полностью написано Владислав, то есть, и фамилия, похожая на мою, тоже будет написана только уже польским написанием. Да, честно, до сих пор не верю, как бы, еще так не пришло, что, знаете, так вот, как раз, и как-то, даже децизия не успела прийти, просто решил посмотреть, и вот, оп, поменялось все, очень приятно, так неожиданно, и вообще просто... Неожиданно и приятно, да, ну, отлично, слушай, поздравляем тебя, и рад, что все хорошо, с дочкой, с дочкой. Профессиональная помощь, это, 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 самое главное. Еще раз хочу обратиться к зрителям, слушателям, вот, профессиональная помощь, это очень важно, очень важно. да, извини, да, да, А знаешь, почему я тебя тоже попросил, чтобы ты поучаствовал в нашем подкасте? Почему? Потому что, ну, да, окей, как бы, тебя поздравят, все здорово, все классно, ты получил гражданство, но, твоя двоюродная сестра, которая является нашей заявительницей, она также получила отказ, да, да, это правда. И, мы также выиграли ее дело, вот, и, кстати, сестра двоюродная Владислава, она тоже прошла отказ, причем, смотрите, брат сестра, но, двоюродная сестра, у нее документы очень проблемные, то есть, ее отказ был, к сожалению, сейчас ее нет онлайн, у нее был отказ еще специфичный, то есть, она получила отказ, еще даже не пройдя собеседование, то есть, были поданы документы, и буквально через полтора или два месяца, или полтора, уже пришел отказ, да, было назначено собеседование, а отказ пришел раньше, чем назначено собеседование, по документам, потому что документы, ну, кривые, давайте называть вещи своими, своими именами, да, ты сам знаешь об этом, вот, у тебя сохранились, по ее ветке, то есть, у вас как родство получается, расскажи, пожалуйста. Ну, у меня получается, мой отец, то есть, моего отца, дедушка и бабушка, ну, родители, они, есть поляки, по моей матери, по моей матери, моя бабушка, полька, и дедушка, наполовину поляк, и наполовину украины, то есть, у меня на 90% поляки, получается, где-то так, вот, и получается, Ира, ну, то есть, моя мама, и дядя Володя, это ее брат родной, это ее брат родной, да, а Ира, это дочка этого Володи, дяди Володи, то есть, твоей маме, брат, это их дочь, получается, вот так, да да то есть а тебе двоюродная сестра приходится мне было понятно легче потому что мне еще отец как бы поляки меня документы сохранились у меня здесь и рождение было все написано что какие у тебя даже перстень сохранился старая библия молитвы не 1800 там какого-то какого 1860 ну вот я вообще в шоке этот перстень на руках а перстень а перстень точно не помню 1900 что-то такое да да и baby библию тоже эту помню это вообще какой-то просто артефакт мой музей на собеседование я от собой дал и она библию показала сестра сестра да сестра сестра она показала очень сильно там была женщина принимала экзамен и оксана говорила что эта женщина такая вот она строгая строгая но кире вот было такое вот вроде как хорошее отношение дай бог надеемся ждем верим вот и она там все рассказала традиции все как положено показала библию бабушкину что вот через сколько поколений она сохранилась прошло войны прошло революции опять же войны коммунизм там короче все и она сохранилась и дошла вот нашего времени да и вот как бы к чему вот это все да то что вот тоже хочу вот показать теперь нас лет владислав владислава соответственно двойерная сестра тоже был отказ то наша заявительница не дошла даже до собеседования выиграли значит апелляцию потом дождались допуска к собеседованию назначили дату собеседования и вот сейчас уже владислав рассказал как сестра прошла собеседование а теперь она сейчас находится в режиме ожидания децизии но никогда не говорю сто процентов никому но верим что будет хороший результат потому что отказ она уже и так прошла а собеседование она прошла хорошо да поэтому сейчас ждем позитивное решение и уже надеемся что тоже следом за владиславом потом уже пойдет плавно на гражданство вот поэтому сегодня вот так вот хотел логично все очень разложить да вот разные судьбы разные люди разные отказы но такие черт возьми близкие и хотя очень очень разные да как как все мы как каждый человек это печаток пальца и так далее вот друзья если есть какие то вопросы тяните руку нажмите кнопочку и можете задать вопросы нашим заявителям если вопросов не будет тогда пойдем дальше я сделаю небольшой анонс расскажу о новом проекте собственно говоря которому я очень давно шел пока сейчас руки если кто-то надумает спросить пока расскажу значит проект я занимаюсь очень много лет практической стрельбой то есть профессионально с оружием на ты это спорт также оружие это вообще правило хорошего тона возьмем такие страны как швейцария финляндия мы не берем плохие примеры как афиопия либо там центрально африканская республика нет мы берем мы европейцы мы граждане европейского союза мы живем демократическом обществе мы берем примеры наших стран да конечно швейцария не въезд но она в европе вот и соответственно правила хорошего тона и вы знаете с каким соседом мы граничим вот и всегда иметь пистолет либо карабин в сейфе всегда хорошо есть не просит стоит приятный навык семьей поехать пострелять в тир это всегда классно это всегда интересно и так далее но чтобы получить на законодательных основаниях разрешения нужно пройти определенные шаги которых очень много это бюрократическая страна эта страна польша но в этом есть свой плюс это исключает так сказать людей которые не должны соприкасаться с этим то есть это и психологические тесты очень серьезные и медицинские обследования и очень серьезный экзамен вот получение разрешения на оружие идет через определенный цикл разных ступеней да то есть начинать нужность получения патента лицензии и так далее и соответственно этим вопросом также пожалуйста обращайтесь также идет подготовка большое количество конспектов материалов для того чтобы пройти это собеседование не собеседование тот экзамен экзамен да и так далее и по всем этапам я и зюзанна зюзанна моя супруга она польская известная журналистка своих кругах да то есть она там берет интервью и у ванже дуды и у блащака и так далее иногда я выкладываю в нашем канале подписывайтесь телеграм то есть так далее вот с удовольствием по этому вопросу посодействуем проведем по всем этапам многие наши заявители уже кстати это прошли уже получили свои разрешения кто тоже что-то уже купил поставил сейф занимается тренируется кто-то не тренируется кто-то просто купил для охраны вот есть заявитель у него свой частный дом под варшавой соответственно и он просто имеет всех дробовик чтобы просто был вот и все например а кто-то занимается спортом кто-то еще у каждого свои цели каждого свои желания и так далее кстати владислав тоже владеет оружием если мне не изменять память да ну да да здесь еще не сделали здесь да то есть в украине у тебя целый арсенал соответственно все здесь еще не сделали это тоже стоит у нас перспективах планах потому что ну граждан пока гражданство все круг по кругу и скажу так что не только граждане могут получить разрешение но опять-таки это дозволено тоже не всем только по рекомендациям и так далее то есть люди которые имеют сталый побыт либо карту резидента по рекомендации могут также ходатайствовать ну в большинстве случаев это отказ но если идет ходатайство например если это буду я то вас примут соответственно в клуб при наличии сталого повода у меня есть люди которые получили сталый побыт и также ходатайствуют на получение огнестрельного оружия вот но для этого нужно пройти с точки зрения даже не с точки а по законодательству республики польша определенные шаги да для того чтобы это сделать потому что если будут у вас вопросы пишите спрашивайте классное видео вышло как мы покупали за границей карабин сейчас я жду тоже там чининговый карабин и так далее в youtube подписывайтесь как-то зюзанны объездили пол европы потому что он не специфические требования к этому потому что у меня нужна динамика спорт и так далее там определенные пружины сплавы и так далее то очень важно но это уже там мои законы как бы просто посмотреть видео может быть кому-то будет интересно знаю что это многим тоже так же интересно вот вопросы еще какие то есть там по соответственно апелляции так далее прямой эфир спрашиваете может быть интересно вижу здесь ребята которые уже получили кто тоже на апелляциях сидит там наши заявители если вопросов нет тогда будем плавно завершать подкаст может быть кто-то хочет еще какую-то судить если интересно задавайте вопрос с удовольствием его обсудим просто я знаю что потом не будет писать личное сообщение лучше можно сейчас сделать пока есть уникальная возможность задать вопрос ну если вопросов у нас особо нет тогда плавно будем сейчас закругляться и собственно говоря подходить концу так ну тем обсуждать когда ехать в принципе сейчас не будем наверное да если будет если у кого-то интересует как доехать откуда-то можете прямо сейчас поднять руку и задать вопрос как оплатить услуги так же вот так андрей задать вопрос hello привет максимилиан да задать тебе вопрос по своему как бы случаю а вот ты сказал что сейчас у большинства людей которые не живут в польше в момент рассмотрения а по ним приходят отрицательный отрицательные дизиции ну да я уже сейчас вот человек это стопроцентный стопроцентная статистика или все-таки есть люди получают плюс получают никогда нельзя говорить я еще раз я вот только что говорил никогда нельзя говорить в мире бюрократии и бумажек стопроцентно то есть что что-то было что может быть стопроцентно вот нет каждый человек индивидуален вот и это не значит что если вот сейчас например слушатель да который сказал что получил ты там условно тоже получишь не но есть процент вероятности и сейчас на данный момент процент вероятности этого отказа выше чем нежели например он был год назад либо два года назад либо три года назад и так далее то есть сейчас он выше поэтому рекомендации которые тебе давал еще на консультации и потом уже когда случился этот визовый скандал тоже тебе в личные сообщения писала так далее они они сохраняются вот то есть но еще раз повторюсь не у всех людей есть возможность по каким-то причинам до соблюдать рекомендации доктором кто-то либо не хочет либо у него есть кто-то не может и тогда остается так как есть вот и тут уже ну как бы на свой страх и риск заживет не заживет пронесет не пронесет сейчас вот такие обстоятельства сейчас сложилась такая ситуация в стране сейчас докапываются до всех то есть конкретно даже не речь идет о польских репатриантах потому что было выдано сколько же там было миллион там с чем-то виз вот надо будет посмотреть у мост вот который у нас взял интервью вот у Людмилы у них там статистика это прямо написано сегодня читал и очень много из них африканцев еще кого-то азиаты не помню сейчас идут очень большие разбирательства а когда идут большие разбирательства значит лес рубят щепки летят и достается всем то есть всем достается потому что Польше нужно и обнижать статистику чтобы показать перед Евросоюзом что мы тут не проходной двор и не раздаем всем подряд каждое дело рассматривается под лупой а если это граждане России то под микроскопом поэтому как бы дело вот такое вот и есть рекомендации их нужно соблюдать потому что сейчас времена сложные и тяжелые и черт возьми это не такой большой срок и это конкретно тебе Андрей я имею ввиду вообще что это не такой большой срок для того чтобы получить один из лучших документов потом один из лучших паспортов которые находятся в рейтинге он даже лучше паспорта Соединенных Штатов Америки и Канады по рейтингу ну чем-то надо надо жертвовать но не у всех всегда есть какие-то компромиссы у кого-то есть дети у кого-то что-то еще и так далее поэтому никого не сужу никого не виню у всех разные судьбы у всех разные обстоятельства у всех всегда все по-разному но желательно всегда рекомендации врача выполнять если есть на это возможность вот а все а тогда еще такой вопрос вот например есть ли возможность поставить красную печать в момент собеседования или если не поставил в редких случаях это сделать можно можно в редких случаях вот но печать ставится не там где будет собеседование я тебя понял спасибо не за что готовься к собеседованию так ребят друзья еще 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 вопросы есть нет еще вопросы есть нет если вопросов нет тогда будем заканчивать на самом деле очень рад всех видеть кто кто находится здесь очень приятно классные темы обсудили огромная всем благодарность на самом деле очень вдохновляете дает больше сил уже сколько лет мы этим занимаемся а сил все больше и больше энергии больше и больше создавать проекты сил еще больше и больше на самом деле вот то есть это очень круто здорово и класс очень приятно что еще вот буквально на днях просто вот вышла вот эта классная статья интересная и столько народу написало в личку я даже об этом не знал это в личку мы присылали о там у вас пишут о там то приятно значит на правильном пути значит ты делаешь то что нужно значит ты там где нужно на самом деле очень много проектов связаны именно тоже в том числе с стрелковым спортом на уровне там уже на другом уровне совершенно это уже Зюзанна так как она там известная журналистка да моя супруга польская и там уже немножко на другом уровне тоже планов все планы дела и все это делается потихоньку из сил которых есть и возможностей и потихонечку крок по кроку шаг по шагу идем к цели каждый к своей кто-то гражданство кто-то к апелляции выбранные кто-то еще к чему-то если что-то делать значит что-то будет получаться несмотря на то что будут по пути попадаться те кто говорит что ничего не получится завистники еще кто-то если за спиной кто-то что-то говорит значит ты на шаг впереди и значит ты делаешь все правильно идешь туда куда нужно вот нужно слушать себя потому что сегодня тема такая и сложная и одновременно очень позитивная и очень логичная так что вот так огромная благодарность а так еще руку тянут у нас Наталья давайте дадим слово микрофон Наталья приветствую нажмите кнопочку Добрый день вечер вернее уже скажите пожалуйста меня интересует гражданство потому что стал и побыт у меня уже есть по польским корням я в течение месяца не могу словить дату на подачу документов сначала у них было восемь утра потом шестнадцать часов когда бы не заходило я не могу может вы объясните почему в Ужунте невозможно словить дату много желающих ну я понимаю ну кому-то же удается наверное это сделать нет удается потому что я у вас проблем нет последнего на гражданство у вас проблем нет ну практически нет то есть вы вам подаешь и вы на следующий день можете записывать просто когда я обращала на гражданство я говорю конкретно сейчас про гражданство да про гражданство я сейчас разовью его и по другим картам вот чтобы было понимание вообще что иногда происходит но конкретно сейчас по гражданству у нас проблем записи с подачей нет на подачу да да на подачу нет вот просто когда я обращалась в ваше агентство мне сказали что вы делаете полностью да нам не интересно собирать документы все 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 сами у нас очень много заявителей нам не интересно просто заниматься там записью вот вы нас тоже поймите когда идет огромное количество людей да и это совершенно разные карты это и апелляции и суды и разрешение там на то на все и так далее и просто заниматься записью ну это никому не интересно что как бы нет на это времени даже да вот так ну я понимаю это же не за бесплатно понятно что все это оплачивается мы тоже это понимаем но к сожалению на это просто нет времени нам если полный комплекс да конечно а вот никто просто этим заниматься не будет я не могу выделить человека который загружен с утра до ночи а чтобы занимался ловли да потому что да есть более тяжелые апелляции там еще что-то вы даже не можете подсказать время когда они к сожалению потому что я этим не занимаюсь а вы не занимает все специально обученный человек на это который этим занимается и он за этот сектор отвечает все понятно он просто мне говорит что вот пожалуйста запись вот и все и я даже туда не раз у меня более там другие вопросы я понимаю спасибо вам за информацию спасибо вам до свидания кстати очень хороший вопрос по поводу записи бывает такое что записями бывают тотальные проблемы и они бы за годы они были разные бывали хакерские атаки с одной дружественной в кавычках страны когда они положили налоговую это было по моему прошлом или позапрошлом летом я не помню когда они положили сервера и нельзя было записаться ни на карту поляка ни на карту столового побыта не на часовой просто два месяца по моему позапрошлый год да позапрошлый было просто тотально два месяца такого там ну как бы там была пробка собралась пробка из людей ну была катастрофа но мы из нее тоже вышли но эта катастрофа была общего так сказать масштаба потому что там же были не только наши заявители были и другие люди там и так далее и так далее ну в общем суть такая что бывает и такое да особенно это касается что если человек там вообще однократная виза у него все в притирку два и вот как бы вот такое вот происходит и из этой ситуации у нас есть выход юридический он просто как бы более сложный но он есть но это неважно просто записями да бывает что огромные проблемы и они бывают разного характера бывает искусственно кранчик подкручивают чтобы так значит сейчас поменьше принимаем бывает в общем бывает по-разному это процесс такой как бы волнообразный волнообразный сегодня так завтра так так вопросы еще может быть у кого-то есть если есть задавайте а так друзья еще раз хочу всех поблагодарить вот роман привет с новым годом его супруга кстати недавно подалась буквально на днях на гражданство вот сергею я айти специалист он кстати на апелляции сидит тоже по документу кстати по документу процепились в документу he не проходил честно не помню то ли мы до собеседования тоже дали отказ то не помню но в общем документу там при eles но при всем поэтому При этом он, слава богу, мы еще с ним давно все согласовали, и он сделал визу полон бизнес-харбор, и подали его сейчас по айтишке, по полон бизнес-харбор, плюс у него сейчас идет апелляция. Тоже хочется его поддержать. Выиграем апелляцию. Конечно, не буду говорить, что 100%, но все предпосылки на это есть. И очень важный нюанс, я его предупреждал об этом отказе еще на моменте консультации. То есть что важно, что обычно всегда процесс оформления, всегда начиная с консультации. И это не просто потому, что вот я хочу тратить ваше время или еще что-то, финансы и так далее. Неграмотная консультация на стартовом этапе выявляет огромное количество потенциальных подводных камней, которые с вами могут произойти. То есть Сергей уже знал еще за полгода, у него не было еще ни визы, ничего там, что потенциально может быть отказ по этой позиции. То есть он уже потенциально об этом знал. То есть он уже морально был готов к этому. Мы все сделали, чтобы этот отказ прикрыть дополнительными бумагами и так далее. Все со своей стороны сделали. И он сделал со своей стороны, мы сделали. Ну, черт возьми, отказ. Апелляция. Но он уже был готов морально. Значит, подготовился и визой, и работой. Работает в польской фирме, по-моему, в IT. Ну, в Варшаве, значит. Что были там у него уже подготовлены, значит, маневры на случай. Ага, если откажут. Так, окей. Подаем апелляцию. Значит, здесь мы идем. Далее мы подаем по полу бизнес-харбор. В любом случае получаем часовый побот. А пока ждем, значит, пока выиграем апелляцию. Пусть она там варится и так далее. Все сделал четко, правильно, с пониманием. По четкому плану, который мы согласовали еще задолго до его переезда в Варшаву. Задолго. То есть это, по-моему, полгода. Но уже был вооружен, готов. И вот так вот. Все четко, все правильно, все хорошо. Еще вопросы есть? Нет. Если нет, я уже третий раз пытаюсь. Задавайте. Вот Андрею тоже, кстати, настоятельно рекомендую, если есть возможность, получить тот же полон бизнес-харбор. Слушай, у нас сейчас его русским не дают. Ну, в смысле, документы принимают. Но выдают отказ как раз-таки с такой же причиной, как вот ты сейчас на собеседовании рассказывал, а не показал намерений работать в Польше. Ну да, да, все верно. Вот опять-таки возвращаемся к визовому скандалу. Это все оттуда. Буквально недавно успели ребята проскочить. Пора, значит, получить полон бизнес-харборы в Сербии. Причем они получили кратыши просто там на три месяца. Мы за эти три месяца... Они россияне, значит. Значит, жена граждан польского происхождения, муж, а муж получил полон бизнес-харбор, и она тоже получила. Значит, они приехали, значит, подали, и жену подали, значит, по происхождению. Его именно по... Мы открыли ему ИП, там ведем бухгалтерию. Кстати, мы ведем бухгалтерию в том числе. Там у нас много фирм разных, неважно. И самое сложное было в его случае, не то, что там открыть ИП, там, или еще что-то. Это открыть банковский счет бизнеса. Это была просто катастрофа. Мы сожгли на это полтора месяца практически. То есть отказ на отказе, там бумаги, там вообще такое было. Но все-таки открыли. Еле как открыли. И ни Сантандер не дал, ни Альер, там, и так далее, там, один банк дал, с горем пополам вообще. И ПКО тоже отказ. Ну, в общем, короче, дал тот банк, от которого меньше всего ожидали. Вот. Который все-таки отказал, потом все-таки все равно дал, потому что не принесли добрую магию. В общем, неважно. Вот это вот очень было сложно. А, кстати, Сергей руку тянет, хочет микрофон, может, что-то расскажет, дополнит. Привет. Привет, меня слышно? Слышно. Да, ну, я хотел там, пока ты говорил, хотел пару слов добавить. Собеседование я сдал успешно. А, сдал, да. Это... Да, там было написано в апелляции, что я, как бы, подтвердил, подтвердил на нужном уровне, да, да, ну, типа того. Вот. А по поводу Polish Business Harbor, да, мы успели буквально вот весной, в конце весны, последний вагон в Армении, когда это можно было сделать быстро. Потом уже надо было получать место в ВНЖ. Вот. Да, да. Поэтому сейчас все усложнилось. Но все возможно тоже, за месяц это делается. С супругой надо решать с твоей что-то, потому что что-то надо по воссоединению либо к тебе подавать. Ну, мы сейчас подождем, да, пока еще, может быть, работу найдет, тогда будем по работе подавать. Ну, да, ну, да. Потому что, ну, время очень быстро уходит, а вторую же такую визу не дают. У меня сейчас много граждан Беларуси, кто вот полон Бизнес Харбора тоже использовал, но так, как бы, ну, типа, короче, не совсем по назначению, вроде по назначению, вроде нет. Теперь все на отказах, все на отказах висят, на апелляциях висят. В общем, короче, катастрофа. Вот так вот. Спасибо, что дополнил. Да, ты, да, ты прошел собеседование, все, я все вспомнил. Да, прошел собеседование, все хорошо. Ну, вот по документу. Но самое важное, что уже был подготовлен к этому. То есть, уже все было к этому сделано, и уже, так сказать, силы были брошены не для того, чтобы там тушить пожары, а для того, чтобы, так сказать, достойно встретить проблему и ее решить. Вот. Решать. Ну, и чем сейчас и занимаемся. Так. Что еще? Вопросы. Ксения. А когда вообще на гражданство подаемся? Вот сидишь, слушаешь подкасты и так далее, почему не пишешь? Уже сроки все вообще прошли, уже договор уже давно подписан. Ну, сколько можно, Ксения? Буду ругаться. Надо уже давно подаваться и вообще что-то делать, потому что под лежачей каменем вода не течет. Вот. Как бы так. Так. Вопросы еще есть? Если вопросов не будет, будем сейчас, буквально пару минут еще даем, если 20.48, если в 20.50 никто не задает вопрос, все, закрываемся и завтра на работу. А, еще, значит, во вторник улетаю в Рим до субботы. Вот. Улетаю в Рим, значит, с Зюзанной там по делам и по рабочим ее делам, соответственно. Ну, и просто немножко отдохнуть. Разгрузиться в Ватикан, Рим, погулять. Так что могу быть не в зоне доступа. Имейте в виду, если что, офис всегда работает, в офис. Так что вот так. Но постараюсь быть всегда на связи и по мере возможности всегда отвечать. Так что такие вот дела. Так, еще минута. 20.49. Если вопросов не будет, значит, будем завязывать, заканчивать. Мне рад сегодня такой хороший подкаст. Прям очень логичный. Большая благодарность всем спикерам, всем нашим героям. Все очень четко, логично, все красиво, все понятно. Кто будет потом слушать, все все поймут. Почему, как, что и так далее. Так, ну что. Вот, еще сколько, 30 секунд. Если никто вопрос не задает, будем прощаться. Так, все, 20.50. Друзья, огромная всем благодарность. Значит, хорошего дня, хорошего завершения воскресного дня, хорошей недели. Пишите, звоните, всех рад. Готовьтесь к собеседованию. Кто на апелляциях, ждите позитивного решения. Все должно быть хорошо. Кто ждет гражданства, получит свое гражданство. Тоже будет все хорошо. Ну а так, ваш Максимилиан Рымкевич. Всем хорошего вечера. Отключаемся. Пока. Счастливо. Всем пока. Всего доброго. Счастливо. 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 Продолжение следует...